Сергей Чернов жалуется мне, я не буду читать длинный пост, что его заблокировали на сайте Радио Свобода, когда он обсуждал то, что Навальный стал, предлагает создать профсоюз работников в СИН ФСБ и он меня спрашивает, что у меня за отношения с Радио Свобода. Сергей. Я был любимым спикером Радио Свобода до 2018 года, ну, раз в месяц точно выступал. И когда я увидел, что, понимаете, я наблюдаю за пропагандистской компанией, разными ее аспектами, я вдруг увидел, что Миша Соколов начал продвигать Навального, ну, просто установки. Он там от себя многое писал, но там легко читаемые установки, которые там Евгений Альбац использовал, кремлевские. Я связался с... это еще не этот фонд, как он, фонд борьбы с коррупцией, это еще националист Навальный был по старым материалам, связался с руководством и спросил, вы что, будете продвигать кремлевский проект Навального? Ну, мне тут же ответили, нет, нет, нет. Там Михаил Соколов имеет право на собственное мнение. Мы свободная радиостанция, а это 18-й год, да? Это уже, я не знаю, каким образом Демократическая партия ставила своих представителей в разные СМИ. Но это еще время Трампа. Но уже такое серьезное влияние Демократической партии, антитрамповская пропаганда. Мне по секрету сказали, там они в один из моих визитов, что вы слишком, это, трампист. Так нельзя. Когда с 18-го года, ну, почти с 19-го, там еще было пару выступлений, я ни разу не выступал на Радио Свобода. Ни разу. Потому что я трампист, потому что я борюсь с этим проектом кремлевским Навального. и, ну, у меня много знакомых журналистов там, но они так по секрету говорят, что, ну, что же делать. Вот такая позиция радиостанции. Я в черном списке. Свободной, независимой американской радиостанции. Ну, вот как на эхе Москвы. Они пытаются, их можно понять, с другой стороны, они пытаются действительно сотрудничать с Кремлем для того, чтобы не потерять вот эту возможность общаться с гражданами России. Проект Навального, это же ведь, ну, очень хитрая штука. Навальный, ставленник Соединенных Штатов. Это было очень важно, чтобы его продвигал эх Москвы. Еще до того, как их закрыли, на эхе два поста постоянно Навального стояли. Их уже никто не читал, но их перемещали на первую страницу. Там, через две недели после того, как они были опубликованы, со мной Равенский расправлялся очень жестко. Я размещал пост, 50% просто не разрешал. Не разрешали. Нам это неинтересно. Но если я размещал пост, то чаще всего там пару часов на первой странице, а потом куда-нибудь далеко-далеко, чтобы не читался. Вот. И это часть пропаганды, просто, ну, хитрая часть пропаганды. Такая очень изысканная. И радио Свобода тоже влияние. Но было бы странно, если бы чекисты не пытались распространить свое влияние еще на радио Свобода. Я ничего не утверждаю про там, Мишу Соколова. Я вполне предполагаю, что это его убеждение. Это уже было. Было с Лимоновым. Тоже многие журналисты. Это их убеждения были, что Лимонов лидер оппозиции, лидер, как говорили, революционной молодежи, как он сам говорил. И что его лозунг «Завершим реформы так, Сталин, Берия, ГУЛАГ» это все из прошлого. Но на сайте это оставалось. И на региональных сайтах. И флаг, ну, фактически со свастикой. Нацистский флаг. И название партии «Национал-большевистская». Ну, вот то же самое, что с Навальным. Там и финансирование Чемизова, и ролики, которые снять можно только с помощью ФСО или ФСБ. И много там разных фактов и разоблачения тех, кто работал раньше с Навальным. Вот. Я думаю, когда это проявится, это проявится в той или иной форме. Они сейчас пытаются сохранить. Кремль пытаются сохранить Навального для будущих проектов. Поэтому Волкова с очень большими деньгами вывинули на Запад. Это радиостанция. Ну, сайт, в смысле. Не помню, как он называется. Дорогие журналисты. Вот. А Навального так придерживают в эмиграцию. Я их понимаю. Его посылать нельзя. И вот тут начнут уродовать. Все ясно. Ему вопрос просто начнут задавать. Вы хотите демократии? И он будет ковыряться в носу и объяснять, что патриотизм это важно. У меня был случай очень интересный. Я приехал на Майдан сразу после того, как развернули Боря Немцова. и я выяснил, да, я был в черных списках. Я фактически ну, это преувеличение, конечно, на пузе пересекал границу там в каком-то странном месте. Меня переводили. Я выступил на Майдане. Привез с собой выступление Валерии Линичной Новодворской. Приветствия это еще перед кровавыми событиями. Вдруг смотрю Илья Яшин. Я свое выступление естественно закончил словами Слава России. Пудрюю там огромная толпа. В ответ закричал Героям Слава. То есть Слава Украине. В ответ закричали Героям Слава. А Илья почему-то решил закончить оригинальничать. Он завершил свое выступление Слава России. Тут же там были пресс-конференции. Он объяснял, что вот Слава России это не фашистский лозунг. Это мы демократические силы. Мы все-таки патриоты в Украине. Слава России. Ну, бог с ним. competition. Спасибо за субтитры DimaTorzok. Продолжение следует...